в отсутствие нормальной смазки и эта смазка уже не оригинальная что-то набивали и набили мало потому что даже стопор хомут он крутился он не зажатый был нормально ну что будем пробовать шрус у нас зигмар z87970r в комплекте идет новый пыльник смазка которую мы использовать не будем получается вот он горе стопор а ну конечно чё ж он не будет закусывать это не круглый стопор он с квадратной гранью а зачем он такой нужен вот ничего удивительного и нет что он закусил так но второй стопор у нас три шипник держит но разумеется привод который мы использовать стакан не будем и сам три шипник вот он вот он он не ходит не гуляет стоит плотненько у него свободного хода нет вращение есть а свободного хода нету так что у нас как он пойдет вовнутрь вымыл я все здесь и вот видно место ну понятно что он работал все таки на спидометре 168 тысяч километров по моему я не помню 168 и вот кромочка да это ее пальцем чувствую но он работал поэтому выработка в любом случае в стакане есть но так как его вытащить не могу я уже хотел вот сюда к торцу привариться и обратным молотком его выносить срезать вот так то он движется но стопор почему-то квадратный стопор для чего его такой изобрели не дает ему выйти ладно пробуем подшипник отлично отлично он заходит и люфтить он не люфтит так что работать он будет работать он будет правда по выработке все равно какой-то зазор там не зазора какой-то ход будет но того биения что было у него не будет отлично я очень рад что мне не пришлось выламывать но все-таки корпус он как видно я немножко побил даже лом загнул ладно ставлю меняю три шипника новый пыльник я использовать не буду оставлю родной что-то не не внушает не это доверие резина этот еще у нас живой пыльник поэтому я его и оставляю снимаю стопор вот такими разжимными я его просто разжал он потерял свою жесткость вытираю вымывая тут принципе вымывать то нечего все сухо вычистил внутри ставлю три шипник здесь а разница есть вот этим где у нас паска этой стороной мы вставляем вот сюда сразу ставлю его примерно потому как стоит пыльник вот так вот и все можно одевать стопор новые отверстие здесь побольше стопор будет установить легче а стопор большой по шлицам подходит три шипника стопор большой стопор не подходит как так как братья китайцы сделали разговариваю разговариваю диалог веду стопор ставлю стопор поставил на место протер старый поправил его и установил все подобного стопора подходящего размера у меня нету поэтому оставил родной стопор теперь беру смазку смазку для трипоида я купил оригинальная 140 грамм идет для трипоидных шрусов номер ее для заказа г 052 186 а3 и выдавливаю тубу вовнутрь добавил я под пыльник и добавил смазку остатки 100 сам стакан а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Экран над пыльником DimaTorzok 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 И здесь почему-то провод был вытащен из кронштейна. Кто-то в какой-то момент времени его не поставил на место. Все. Еще раз проверяем. Все у нас ходит вместе с валом. Сразу замечательно. Теперь можно ставить на место. Перенесу камеру, то свет по-другому падает. Смазываю под шрус. Смазываю сам шрус. И заложу его на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наживляю болт. Смазываю резьбу на пальцы наконечника рулевого. Смазываю резьбу на шаровой опоре. Наживляю сразу гайки все три. И наживляю гайку на наконечник. Самое то, что интересно, у нас, похоже, подходит правый опорный подшипник. Отпущу автомобиль рулем, покручу, может быть, просто, что выбежано так себя ведет, хотя я сомневаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконечник закрутил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шаровый опор. Подтягиваю болт, ставлю колесо и затягиваю его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Износ колодок неравномерный. Посмотрел. Здесь у нас колодка еще миллиметров 5-6 наружная, а внутренняя колодка вот-вот металлом начнет скрипсти. Но, правда, здесь и выработка на диске с внутренней стороны больше, чем с наружной, поэтому замену колодок будем делать вместе с заменой дисков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя, хотя, что ставить колесо? Можно колесо и не ставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем два болта, а лучше три. Берем отвертки, ставим вентиляцию, упираем в кабу суппорта и затягиваем. Интересный момент затяжки здесь. 200 Ньютон-метров. Я выставил. 200. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь доворот на 180 градусов. Что-то вообще мне как-то непонятно. Это что за такие усилия? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бам! Можно ориентироваться вот у нас по краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я 180 не дотянул но я считаю что этого хватит поэтому дальше я тянуть не буду я повернул больше 90 градусов где-то 100 градусов и больше тянуть не буду ставлю на место колесо и на этом замену трипоида внутреннего шруса я заменил всего вам доброго